Привет, ребята! Меня зовут Виктор Шленченко, я редактор научно-покулярного паблика Easy Science и одноимённой студии озвучивания, которая, к сожалению, забанили в Ютубе временно, но мы работаем над этим. Сегодня я бы хотел рассказать про такую интересную, животребещущую тему, как еди, химическая еда и все, в общем, вот это вот. Давайте вообще для начала определим, что в нашем понимании химическая еда. Может быть, это био-йогурт, вот такой вот замечательный, в котором, несказали говорить громко, очень хорошо, в котором дофига бактерий и прочего. Или, например, апельсин. Там есть химия, как думаете? Конечно, да, правильно. Или вот быстрые макароны. Там, наверное, тоже очень-очень много химии. В отличие от натурального апельсина. Ну, на самом деле, химия, она вообще есть во всей еде. В принципе, вся еда состоит из химических элементов. И даже больше вам скажу, не только еда, в принципе, например, бактерии. И тоже, ну, вот, по сути, это биология, да, но по факту это химия. То есть все процессы, которые в бактериях происходят, то есть передвижение, разглажение, они все сопровождаются химическими реакциями. И я даже больше вам скажу, наш же организатор Змитер, Змитер по машинам ручки. Вот. Он тоже химия, как, в принципе, и мы все работаем. Здесь примерная схема тех реакций, которые происходят в Змитере на данный момент. Ну, какие-то, может, чуть быстрее, потому что наверняка волнуется, как пройдут реакции. Вот. Ну, в принципе, это химические реакции метаболизма человека. Вот. Все, вот, все, что не влезло, тем не менее. Так, ну, и тут, казалось бы, наступает вопрос. Ну, хорошо, все, все, все вокруг химия. Ну и что? Вот есть же, например, растение, помидор какой-нибудь там, да, или, ну, допустим, огурец. Вот. И, казалось бы, ну, его же природа создала, и все эти химические, пускай мы имеем химические элементы, да, но они же подобраны природой. Это натуральное, здоровское и полезное. Но тут возникает вопрос. Обитор, огурец, все растения появились благодаря эволюции. Как вы думаете, эволюция огурца направлена на то, чтобы огурец нравился человеку, и был для него полезным? Конечно же, говорить в некотором ряду. На самом деле нет. Эволюция огурца направлена на то, чтобы огурец выжил. И, в первую очередь, для того, чтобы его не съели. То есть то, что появился такой умный человек, который ест огурец и обходит все его механизмы защиты, которых у него немало. Это только благодаря тому, что, ну, мы такие прошаренные. На самом деле огурец не хочет, чтобы его ел человек. И если бы он мог, он бы напихал много чего неполезного. В принципе, что он и сделал, вот, у огурца, раз-раз, у огурца есть пупырышки, вот, они там видны. Вот знаете, когда огурец ешь, да, в принципе, вкусно, но если его не почистить, бывает горький. Вот, а это один из механизмов защиты огурца. В этих пупырышках находится сильнейший токсин, крометоцин. Вот, и когда жучок ползет по огурцу, он надкусывает пупырышку и умирает, собственно говоря. И, в общем, это говорит жучкам, потому что к огурцу лучше не подходить. Для человека этот яд не очень токсичен, потому что метаболизм другой. Но, в принципе, есть такие растения, которые, ну, в принципе, они в пищу возгодились, но для человека опасные. Вот, это замечательный, красивый круг, я про него расскажу здесь позже. Сначала, в принципе, про еду. Вообще, что такое еда, да? Еда – это комбинация БЖУ, белков, жиров, углеводов. И, в принципе, вот, ой, надеюсь, так надо. И, в принципе, все, что, ну, есть нужное количество белковых углеводов, это в пищу употреблять можно. Все остальное в еде, в принципе, нам, по сути, не надо, например, в витаминах, вот. Как вообще мы имеем такое большое многообразие еды, продуктов, в частности, вот, то есть, самое натуральное, да, всех этих помидоров, огурцов, апельсинов и проще. Все это, в принципе, благодаря селекции. То есть, есть селекция, да, когда мы, например, у нас есть помидоры большие, наша задача из них – получить маленькие. То есть, мы хотим вывести новый вид помидоров. Мы засаживаем грядку помидорами, получаем первого урожая, выбираем из них только те, которые поменьше. Потом мы сажаем их семена. И так, опять выбираем поменьше, и так очень-очень-очень долго, пока мы не получим маленькие помидоры. Вот, но, и, в принципе, все это происходит благодаря мутациям генным, которые у нас у всех есть, то есть, это механизм эволюции, благодаря которому возможно разнообразие видов. Но ждать кучи урожаев, чтобы получить маленькие помидорки – это как-то долго. Поэтому для того, чтобы получать красивый вкус, натуральную еду, которую потом можно продавать вегетарианцам в магазинах Green Food, можно использовать другие не менее интересные способы, например, полить все эти помидоры мутагеном, сильнейшим химическим веществом, которые выводят генетические мутации, такие прям конкретнейшие. И среди этих мутаций выбрать, например, маленькие помидорки. Тут возникает вопрос, как понять, что помимо маленького размера помидор там нет еще какой-то другой интересной мутации, которую, например, не знают, этот сианид устроит. Такое возможно, теоретически, и ответа на этот вопрос никак. То есть мы можем, да, мы можем взять помидоры, можем посмотреть, если там что-то плохого, но проверить все крайне сложно. А вот это вот еще более интересная штука. Вот этот круг, там в центре маленький Чернобыль. Там радиоактивный изоток довольно сильный, и засажены различные культуры. Допустим, ну, раз уж мы сегодня про помидоры, то помидоры. Вот, и установлены свинцовые шторки. На какие-то отрядочки попадает меньше радиоактивного излучения, на какие-то больше. В результате этого они мутируют, опять же, какие-то сильнее, какие-то слабее, потом из-за того выбираются, ходят люди в костюмчиках, и выбирают те мутации, которые, в принципе, им приглянулись. Потом это все с большего тестируется, и можно засаживать, продавать семена, как новый вид помидоров. Это натуральная еда, это вот то, что мы едим, то, что мы покупаем в магазинах. Все эти срота, они появились либо благодаря мутагенам, либо благодаря вот этой вот штуке. То есть традиционная селекция, она уже давно не очень-то используется. Ее упрощают. Ну вот, ну тут возникает вопрос. Если мы едим радиоактивные помидоры, то что, блин, делать-то теперь не хочется на самом-то деле? Вот, и ответ есть. В принципе, можно использовать различные пищевые добавки. По кругу. В принципе, пищевые добавки, сейчас эти ароматизаторы, ну, они появились очень-очень-очень давно, в принципе, даже неизвестно когда. Примерно тогда, когда человек научился разводить костер и убил первое животное. То есть самый первый ароматизатор – это ароматизатор жареного мяса, то есть запах жареного мяса. В мясе нет никаких таких веществ, которые пахнут жареным мясом. Для того, чтобы получить, нужно провести абсолютно искусственную операцию, нужно это мясо пожарить. И тогда появляется запах мяса жареного. Просто сейчас мы научились этот запах отделять. И то же самое с кофе. То есть все вот эти вот рекламки, аромат натурального кофе. Кофе вообще ничем не пахнет. То есть вот зеленые замечательные плоды кофе, да, они не имеют запаха в принципе как такового. Для того, чтобы получить аромат жареного кофе, нужно, соответственно, кофе пожарить. Вот это тоже, по сути, является одним из первых ароматизаторов. Вот. И что, если говорить вообще в принципе о запахах, да, ну вот, не знаю, есть апельсин, да, мы его нюхаем. Запах апельсина, все здорово. Но вопрос, апельсин ли это пахнет? На самом деле нет. Вот здесь мы видим странное довольно слово сочетание. Анил эфир муравийной кислоты. Как думаете, что это? Ну, это запах совершенно верно. На самом деле это запах вишни. Когда мы нюхаем вишню, мы нюхаем маниловый эфир муравийной кислоты. То есть пахнет не вишней, пахнет эфир, который от нее отделяется. И у него причем не такая сложная формула. То есть мы можем взять, ее повторить, даже химическим путем. И использовать где-то еще. И он будет абсолютно идентичен. То есть, ну, вы знаете, есть ароматизатор идентичный натуральному, да, на продуктах там написано. На самом деле это не те, которые получатся химическим путем, потому что по всем регламентам, если ароматизатор получен искусственно, путем комбинации химических элементов, то нам тогда нужно написать, что он искусственный. Если ароматизатор получен идентично натуральному, то либо его отделили из оригинального продукта, то есть брали вишни, там как-то делали из них вытяжку, либо научились этот эфир получать потемку бактериологического синтеза. То есть берется запах, в хроматографе раскладывается на химические элементы, и потом берутся бактерии, которые будут этот эфир синтезировать. Точно так же как это делает вишня абсолютно, просто с бактериями быстрее, потому что если мы вдруг с вами захотим получать ароматизатор вишни из вишни, то, ну, это невозможно просто потому, что тогда на всех не хватит вишни. И йогурт со вкусом вишни будет стоить вообще вешеным денег, так как, в принципе, вся вишня, потому что я думаю, ну, ее не хватит, столько вишни нет. Именно для этого, по сути, они не нужны, чтобы упростить процесс производства. Так, ну, опять я забегаю вперед паровоза, про это я уже рассказал. Ну, теперь немножечко по сахарозаменителям давайте пройдемся. Возможно, вы слышали про аспартам. Это такое страшное-страшное-страшное сильнейшее вещество, которое вас всех убьет. Ну, так говорят в программе здоровья. Как и дигидагренмоноксид, совершенно верно. Аспартам, в частности, используется, например, в диетической коле. То есть, ну, зачем, понятно, да, потому что сахар, в принципе, не самая полезная штука для того, чтобы воно что-то заменить, используется аспартам. У него очень интересная история получения. Один химик работал с элементами химическими, и синтезировав один из них, он случайно палец лизнул, и не умер, а почувствовал, что он сладкий. Вот, и потом решили, да, использовать аспартам. Ну, собственно говоря, это он и был. У аспартама есть один интересный замок. То есть, возможно, вы про него читали. Если вы загуглите аспартам или на его ВКонтакте забьете аспартам, там будет тысяча статей про то, что, ну, вообще просто смерть мгновенная от аспартама. Вот. Аспартам метаболизируется в организме, он раскладывается в процессе гидролиза на две аминокислоты. Ну, по сути, самых обычных. Основной замок там в том, что одна из аминокислот, вот, она дальше метаболизируется в организме человека, в том числе и на метанол. Метанол, как вы знаете, ну, не самая полезная вещь, от него можно ослепнуть, если выпить. Вот. Ну, собственно говоря, почему это происходит? Потому что метанол далее уже метаболизируется в те вещества, которые, собственно говоря, для нашего организма очень вредны. Вот. Но тут вопрос состоит в том, что у него очень маленькая концентрация в поле. То есть, его там настолько мало, что даже для того, чтобы умереть, вот, вот, ну, не умереть, а где-то получить серьезные последствия, конкретно от метанола, нужно выпить примерно 36 литров гидрической колы за раз. 36, да. 36 литров гидрической колы за раз. То есть, по сути, в гидрической коле токсичнее элемент, чем аспартам, это вода. Вода, она довольно токсична, то есть, если выпить, не помню, по-моему, 5 литров на килограмм, то вы просто умрете, не потому что вас будет распирать, желудок разорвется, а потому что вода вымывает электролит, и нервную проводимость вам уберет, вот, вот, умрете. То есть, она токсичнее, чем аспартам, в данном случае, в поле, потому что концентрация воды там в разы превышает все остальное. Вот. По сути, то есть, ну, вы можете сказать, типа, блин, ну, все равно же, там, метанол, чем мне это пить, пускай там его даже очень мало, но зачем, если можно его не пить? Тогда вам придется не пить, например, еще вино, апельсиновый сок, виноградный сок. Вот здесь вот, не знаю, наверное, не видно, но справа концентрация аспартам, не аспартам, а метанола. То есть, в соках есть пектин, который, в принципе, имеет схожий процесс метаболизации. Он тоже распадается на метанол в организме. И если брать колу, то там примерно будет 60 меграмм его. А если брать, например, я не знаю, там яблочный сок, это там 108. То есть, каждый раз, когда вы пьете яблочный сок, вы получаете вот столько метанола, и это больше, чем до рентгенетической колы. По видам вообще интересная тема, вот там снизу. В принципе, норма Евросоюза, которая у нас тоже поддерживается, на 50. Его нужно быть 50. Но, например, в Венгрии плевать хотели на нормы Евросоюза, и у них там доходит до 2000 иногда. То есть, я думаю, вот, ну, причем это тоже доза, которая вам не повредит, на самом деле. Тем не менее, его там столько, и, ну, это гораздо страшнее, чем диетическая кола, как мне кажется. Вот. И, возможно, вы слышали то, что от сахарозаменителей толстеют, в частности, от того же Аспартама. Ну, Венгрия подготовился, почитал много интересных статей на разных блогиках. Вот, первое было то, что толстеют, потому что наш организм вроде как сахар получает, но при этом это же вроде не сахар, а он чувствовал сладко, и потом ему обязательно нужно это все восполнить, и он вас заставит съесть сахар. Вот возьмет так, заставит ешь. Ну, теория крайне придурная. Вот это тоже очень интересная графика. Не знаю, знаете ли вы, что это organic food или green food? Да, здорово. Дело в том, что есть такое исследование, которое действительно говорит то, что люди, которые употребляют диетическую уколу, у них, как правило, проблемы с лишним весом. Но тут возникает вопрос, а правильно ли поставлена формулировка? Потому что вот этот график, да, видите, сверху это случай изрегистрированной аутизма, а снизу, чуть ниже, красненькая линия, это количество продаж той самой органической еды. И эти данные, очевидно, коррелируют. То есть, если мы посмотрим, мы можем сделать вывод, что органическая еда приводит к аутизму. Или аутизм к органической еде, я еще не разобрался. Ну, очевидно, что в данном случае они коррелируют просто потому, что население растет. То есть, да, аутизма становится больше, потому что население выросло, и органическая еда по той же причине стало больше. То же самое с диетической колой. Не люди, которые употребляют диетическую уколу, полнеют, а просто полные люди предпочитают диетическую уколу, потому что очевидно, что в ней нет сахара, и лучше бы ее употреблять. Ну, и из-за этого, собственно говоря, следует, то, что если какие-то данные коррелируют, абсолютно не значит, что они зависимы. Вот теперь, вообще, если аспартам убивает вас за день, то эта штука убьет за пять минут. Да, очевидно. Да, это, кстати, цитата из Ирины Малышевой. Он в чипсах вредный, жуть. То есть, почти дословно, да, ничего не перевирал. В общем, глутамат натрия – это Е-добавка. Е, кстати, если кто не знает, это Евросоюз Европа, то есть это еще регламенты Евросоюза требуют называть некие добавки в еду с индексом Е. Что мы знаем о глутамате натрия? Глутамат натрия… Пока уберу, там спойлер. Глутамат натрия, он усилитель вкуса, но почему он вкус-то усиляет, собственно говоря? Изначально была такая теория, то что он, собственно, вот, все вкусы в еде, он его усиливает, поэтому усилитель. Вот потом была теория, то что раз он все вкусы усиливает, то очевидно, когда вы будете есть обычную еду, без усиленного вкуса вам уже не закончится, потому что это вкуснее. На самом деле нет, благодаря ребятам из Японии, японским ученым, была открыта вот такая вот замечательная штука. Вообще, какие вкусы язык человека может различать, вы знаете? Соленок и сладкий, горький кислый правильно. Так нам говорили на уроках биологии, это абсолютно верно было до недавнего времени. В общем, ребята из Японии открыли то, что оказывается на нашем языке, есть еще один вид рецепторов. Назвали они их умами, потому что они иборцы. Вот они вот, оранжевенькие такие. Эти рецепторы занимаются тем, что определяют, есть ли в поступающей пище соль глутаминовой кислоты. И если она есть, то еда считается вкусной. Зачем они это делают? Делается для того, чтобы определить, то есть если глутаминовая кислота это одна из самых распространенных аминокислот. Аминокислота это часть белка. То есть это значит, что еда богата белком, который нам очевидно нужен, и ее нужно есть, потому что она вкусная. И собственно говоря, чем больше глутамата, тем сильнее вкус. То есть по сути все-все-все вкусы, которые есть, это комбинация вот этих вот теперь уже пяти вкусов. Вот, ну, вот здесь есть такой интересный график. Это график спелости. Вот, опять же. Помидор. Есть у нас комидор, растет на грядке, он зеленый. В нем есть белок, в нем есть аминокислота, пилицин, собственно говоря, производный, чего является глутамат натрия, глутаминовая кислота. И глутамат, он в составе аминокислоты, он вкусом никаким вообще не обладает. Он будет вкусом подобного, видите, когда аминокислота начинает распадаться. Распадаться он начинает, когда продукт начинает спелеть. То есть, если брать, там, не знаю, петчину, любые овощи с грядки, то вот, слева он спелый, да, соответственно, солей, глутамата там совсем немного. И не спелый, зеленый. И чем он спелее, тем больше в нем глутамата, тем он вкуснее. То есть, по сути, это индекс вкусности продукта. Вот. Это просто очень такой забавный факт. Примерно, ну, она там по весу считается, эта норма, но примерно вот для среднего человека не должна превышать 120 мг глутамата. Вот. А теперь другой. Другой слайд. Это количество глутамата в обычных продуктах. Не в тех, которые предположили в лаборатории, а в обыкновенных. Обратите внимание, и вот глаз есть по нормам. Вот. Если взять пармезан, там 1200, то есть, это очевидно, превышение нормы в многое количество раз. Вот. Грудное молоко там также присутствует. В нем тоже очень много, потому что белок придается. Вот. То есть, все эти продукты, если бы туда глутамат положили бы искусственно в процессе производства, а не в процессе их роста, то все эти продукты не прошли бы сам надзор и бы просто не пустили на полки по превышению количества глутамата. Но, тем не менее, мы их с вами едим, и вроде бы ничего страшного не происходит. Вот. Есть еще такое мнение интересное, что, да, вот там в продуктах, там же натуральный глутамат, который растения сами сделали, а есть химически страшный, который ученые синтезировали, и вот он-то нас убьет. тут есть две молекулы. Слева это, сейчас точно, да, слева это натуральный глутамат, а справа это тот, который по темсинтезу получили. Они не отличаются абсолютно. Он очень простой, его легко сделать. Вот. Это был первый опыт, после которого началась истерия в прессе по поводу глутамата. В 2004 году американские ученые решили кормить мышей глутаматом, ну, чтобы проверить реально его. Вообще, в принципе, все-все-все опыта, которые касаются пищевых продуктов, они на мышах проводятся, потому что метаболизм схож, потом просто те данные, которые, после которого мыши начали умирать, считаются недопустимой нормой, они делятся на 10, получается суточная норма, и потом это делится на 100, получается норма на человека. Наверное так. В 2004 году мышей начали кормить глутаматом. Первые месяцы кормили в еду добавлять 5% глутамата, во второй 10, в третьей 20. Вот. И после 20% с мышами начали происходить страшные плохие вещи, что очевидно, потому что если, ну, ставьте вот еда, например, вы слиять, вот килограмм еды, и 200 грамм за 100 килограмм заменить порошком глутамата, ну, будет не здорово, собственно говоря. То есть, это не говорит о том, что он плохой, это просто таким образом тогда определяем норму. Вот. Но в газетах это подхватили до сих пор, невиданный хайк по этому поводу, что вот, мол, мы шоу мирами, и нам положено, значит. Ну вот. Тут опять же возникает вопрос, вот, селекция, как бы, не очень здорово, все вот эти вот штуки, тоже добавки, как бы, особо не панацея, что нам дальше это делать, собственно говоря. Вот там картинка красивого будущего, но, возможно, оно будет не таким, скорее всего, оно будет примерно вот таким. Это карта, на которой показано, в каких странах люди голодают. Ну, очевидно, в Африке побольше, но это пока, как бы, дело в том, что население растет, и мы просто не успеваем. То есть, ну, пока с едой все нормально, но на самом деле мы не успеваем выращивать столько еды, чтобы там всех хватило, и когда-то нам, собственно говоря, не хватит. И вопрос, что с этим делать? Ну, есть одно из решений, тоже не панацея, если не менее, одно из решений это ГМО, это еще страшнее, чем глутамат, очевидно. У меня вопрос, кто-нибудь знает, как последняя гуков хорошо пробовывается? Правильно, организм, гидно-модифицированные организмы. Я тут даже не знаю, ответ. Вот. Как это вообще все происходит? То есть, по сути, это та же селекция. Овощи, полученные в процессе селекции, также являются гидно-модифицированными. То есть, мы искусственно влияли на процесс модификации генов, просто мы сам ген не залазили, методом гидной инженерии, а извне. То есть, мы выбирали те помидоры, которые маленькие, да, очевидно, надеясь на то, что там будет ген малого роста помидоров. То есть, ну, они прошли генные модификации просто таким образом, но, как уже говорилось, что, когда мы используем селекцию, мы просто не можем понять вообще, что, какие гены попадут туда. То есть, да, попал ген маленького роста, да, возможно, он стал вкуснее, а никто не дает гарантии, что там какая-нибудь гадость потом вместе с ними прорастет. Такие случаи бывали. Кстати, и вот мы, для того, чтобы все это дело обойти, то есть, по сути, нам нужен только ген роста помидоров, ведь мы хотим, чтобы он был маленьким. Поэтому мы можем взять его ген, встроить туда ген маленького роста, который мы позаимствуем где-то еще, и помидоры будут маленькие. В данном случае помидоры с геном лосося, это реальный пример, когда, ну, чтобы решить очевидно проблему, которая скоро нас всех коснется с малым количеством еды, еду можно, в принципе, попробовать выращивать в неисвойственных для нее условиях. То есть, помидоры в холодном климате не очень-то растут. Но можно это сделать, если позаимствовать у лосося ген, который позволит помидорам быть устойчивым к холоду. То есть, мы возьмем только один ген устойчивый к холоду, и все. То есть, останутся те же самые помидоры абсолютно, но при этом они будут устойчивы к холоду. Ну, и тут сразу же началось, как так, я съем помидор, который с геном лосося, не стану ли я сам лососем или помидором, это все там, ну, плэн-то религиозно. Все, еще не съел уже лосось. Нет, все. А, окей, спасибо. Ну, Ну, тут, в принципе, в данном случае, то есть, даже никаких исследований не проводилось, потому что в любой лаборатории вам бы сказали, ну, что вы несете? Потому что, в принципе, когда мы едим еду, она у нас, в желудке, распадается на генокислоты, то есть, мы не можем какой-то ген себе встроить путем, вот, переваривания пищи, потому что иначе мы бы все с вами уже были бы с кучей генов еды, которые мы едим, потому что, по сути, вот, ДНК генноводифицирован, негенноводифицирован не отличается ничем. То есть, если бы гены из помидора лососьевой могли бы устроиться, то могли бы устроиться и обычные помидоровые гены. Да, ну, в принципе, не нужно было бы есть ничего, если мы этого боимся. Вот. А зачем еще нужна генноводификация, помимо того, что решить проблемы в подовольстве, мы можем встраивать всякие полезные штуки или убирать неполезные из растений, например. Вот слева у нас обычный рис, который выращивается в Китае, китайскими фермерами. Справа немного другой рис, он генноводифицированный, где мы изменение только цвет, обычный эффект. Вот. У китайских фермеров есть проблема. Они очень бедные люди и они питаются, по сути, по большей части только рисом. Вот. И не получают нужные витамины. И поэтому очень-очень быстро слепнут. То есть слепота это самая распространенная проблема у китайских фермеров. Ну, ввиду того, что не китайские фермеры. Вот. И эту проблему придумала как... В общем, эту проблему взялась с компанией Монсанто, одна из первых компаний, которая занялась гидной модификацией. Вот. Они строили рис бета-каротин. Вот поэтому, собственно говоря, он такого цвета. То есть, по сути, та самая штука, которая позволяет нам с вами не слепнуть, потому что мы его получаем, в отличие от китайцев. Вот. Ну, решили продавать это все китайским фермерам. Но тут мешалось злое правительство, которое почитало где-то статьи. Не злое. Да. В общем, почитало статьи веселые в прессе и решили то, что гидная модификация это зло, зло, зло. И китайцы продолжают слепнуть. Хотя могли бы и нет. А вот это вот ребята из Greenpeace. Знаете, что они делают? Знаю, что они заключили. Они занимаются покосом на гидно-модифицированных культурах. То есть, вот, есть какая-то фирма, они там что-то в лабораторию из-за выведены, решили посадить. Туда вечером вероломно пробрался Greenpeace в красивых таких вот с логотипами в костюмах. В общем, в костюмах химзащиты это очень важно, потому что БМО, оно даже вот рядом, когда находится, может как-то на вас повлиять. И выкосили все это добро. То есть, я не знаю, какое личное у вас отношение Greenpeace. Я про них немного посчитал. И, по сути, это такие городские сумасшедшие, по-моему, по счастью, потому что все их акции, они, ну, больше на эпатаж направлены, на самом деле, чем на какую-то реальную, реальные проблемы с экологией. И вот ребята взяли, пришли, просто все скосили и, ну, по сути, убили результат труда многих там месяцев. Вот. И, в принципе, из этого следует, что Greenpeace иди косить свой гор, потому что не стоит. Так вот, тоже довольно интересный слайд, в принципе, по сути, который нам говорит то, что история это повторяется всегда, и человечество постоянно боится чего-то нового. Вообще, потому что, ну, вот эти вот ребята, их зовут Лудиты, они занимаются тем, что ломают ткацкий станок. То есть, ну, когда давным-давно в далекой-далекой Англии случилась техническая революция, и станки стали заменять ключной труд. И, очевидно, очень много людей стало терять работу. Ну, потому что есть теперь станок, 10 швей не нужно, можно одну посадить. И некоторым людям это не нравилось, они считали, что это все от дьявола, в общем, и они приходили ночной фабрике и ломали станки. Вот. Ну, на мой взгляд, паралейский написан, очевидно. Ну, и, в принципе-то, откуда еще берется вот все вот это вот с ГМО, да, всех, куча этих разгромных статей и прочее, что оно очень-очень вредное. Посмотрите, что действительно ГМО, как и пищевые добавки, они могут быть вредными. Тут просто вместо провести аналогию, школьная столовая, да, там есть тезаклава, и у детей главы есть испорченное мясо. А нужно зачем-то идти ей покормить, и она берет перец, натирают перцем, и вроде как мясо уже более-менее нормальное получается. тут вопрос, ну, это, конечно, нарушение закона, да, и морали, и всего прочего, но тут возникает вопрос, кто виноват, перец или тетя цехлава, в том, что она им воспользовалась. То же самое с ГМО, мы легко можем взять, ну, не очень легко, мы легко можем взять, например, ну, опять же, помидор, раз уж мы начали встроить в него ботулотоксин, чтобы помидор вырабатывал ботулотоксин, вот, продавать их, и мы все потравимся и умрем. Но, опять же, здесь виновата не ГМО, а люди, которые этим начали заниматься. и тут вы можете спросить, где гарантия, что кто-то не возьмет, и это не сделает какой-нибудь маньяк, например. Тут очень, тоже, довольно интересная история, потому что вот из-за вот этой истерии из ГМО все-все-все-все-все генноводефицированные продукты, которые попадают на полки, у нас, кстати, их нет, вообще, в принципе, нельзя, вот, они все проходят строжайший контроль, то есть, они проходят в день конкретно кто-то проходит больше ста каждый день, причем все эти исследования должны оплачиваться еще из кармана производителя, как правило, в различных, не только в своих лабораториях, но и в независимых, и они проходят на все, на содержание солей, на содержание сахаров, причем все, что можно проверить в еде, в них проверяется, причем несколько раз, это такие законы, и, по сути, проверки такие тщательные, что если бы мы, например, взяли обычный помидор, с очень высокой долей вероятности, он бы их не прошел, на полки бы не попал, вот, а с ГМО все попроще, то есть, по сути, на самом деле, ГМ-продукты, они лучше и качественнее, гораздо, если уже они есть на полке, то значит, что вообще все здорово, нет, рано, 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 есть еще одна интересная тема, у меня есть блокнот, там все записано, там нужно зачитывать, возникает такой вопрос, зачем тогда мы вешаем, если вот все так здорово, зачем тогда мы вешаем на половину продуктов наклейки с ГМО, я даже видел, кстати, на соли и на воде, хотя, гигиеном по определению быть не может, тем не менее, есть, даже видел соль без користрина в Украине, продавалось, да, вот, и, зачем, то есть, есть регламенты, технические, встречаются регламенты Евросоюза, которые требуют, если у нас есть генной модификации, чтобы мы красным написали продукт генномодифицирован, я думаю, вы таких не видели, вот, и этот же регламент, в принципе, разрешает не писать СГМО, то есть, ну, если его нет, зачем писать, понятно же, но тут возникает вопрос маркетинга, раз журналисты развивают такую тему, потому что ГМО опасно, если мы наклеим, наклеим по без ГМО, значит, наверное, покупать будут лучше, вот, то есть, маркетологи придумывают такую вещь, и тут в дело вступает интересная вещь, технический регламент таможенного союза пищевой продукции в части ее маркировки, я зачитаю пункт, информация об отличительных признаках пищевой продукции, в том числе, об отсутствии пищевой продукции ГМО должна быть подтверждена доказательствами, то есть, если у вас, например, вода, да, возьмем воду, и вы хотите на воду наклеить, наклею по без ГМО, вам нужно доказательство, что в воде нет ГМО, и причем это не просто здравый смысл, потому что в воде генов не бывает, а нужно пойти в специальную лабораторию, отдать туда ваш продукт, чтобы они проверили, реально ли там нету генных модификаций, проблема заключается в том, что это крайне сложно определить, вот прям дико-дико-дико сложно, по сути, в СНГ таких лабораторий там можно по пальцам пересчитать, и одна из них как раз продает такие наклейки без ГМО, и еще они являются друзьями главного санитарного врача Нищенко, насколько я понял, российского, то есть вот, что, то есть по сути, это бизнес, и бизнес очень хороший, то есть, представьте, все продукты, которые получили наклейку без ГМО, они заплатили одной лаборатории за то, чтобы они проверили, нет ли у них там ГМО, что дороже пройти исследование и заплатить за наклейку? Нет, смотри, для того, чтобы получить наклейку, нужно пройти исследование. Я понял твой вопрос, на самом деле, для того, чтобы у нас продавать ГМО, продукт нужно пройти не только исследование, еще 10 кругов АДА, и поэтому никто их здесь не продает. Ну, на полном серьезе, там настолько серьезные требования, что вы заплатите кучу, 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 кучу денег, в итоге продукт станет дорогим, и на нем еще будет большая красная наклейка содержит генной модификации, и его вообще хлеб в итоге докупит, насколько, насколько мне кажется. Так, у нас уже регламент выходит, поэтому сейчас я спущусь ниже, и подумайте свои вопросы, можно задать несколько вопросов нашему вектору. Давайте, пока он спускается, я вам про последнюю штучку интересно расскажу. Не расскажу. Нет, расскажу. Так, поднимите руки, я бегу к тому, кто будет задать вопрос. Ну, блин, такая интересная. Давайте, так, не знаю, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к генномодифицированным людям? Генномодифицированным людям? Это как бы логичное продолжение генномодифицированных организмов. Сейчас тема активно муссируется. По сути, если так смотреть, то все мы здесь генномодифицированные. То есть, у нас происходят какие-то мутации, да, и я понял, что вопрос про искусственную модификацию. В принципе, я к этому отношусь хорошо. Объясни, на каких примерах. Например, мать точно знает, что ребенок, который у нее родится, например, будет с непонятным глаз. Вот сто процентов. Вот. И если есть возможность это поправить, то почему бы и нет? Я отношусь положительно. Когда это в разумных пределах. Если вы хотите себе, не знаю, мутацию, как у вас в самахе, тогда это уже возникает вопрос. Но если в разумных пределах, например, для спасения человеческой жизни или для того, чтобы происходить противную болезнь, почему нет? Давайте следующее. Так, вы задавали без микрофона много. С этой стороны кто-то был. Как кто-то с ним к вам? Это кипячение. Продолжая предыдущую тему, есть такой метод лечения генной терапии. Интересно, я не читал об этом, но есть ли такие же тупые запреты генной терапии какие-нибудь идентические, как с ГМО? То есть у меня, например, где-то равенопия, то есть дактализм. И сейчас уже разработан метод генной терапии для лечения этого заболевания, он распутан на обезьяну. У человека запрещено. Почему? Почему? Ну как, это против Бога. так, я иду к вам, мол, еще. Вы мне посадите вещали. Можно ли считать веганов геномодифицированными людьми? Ведь они, как бы, получают все необходимые им элементы и так далее. Ну, просто от энергии солнца. Хорошая попытка набросить, на самом деле, но нет, потому что то, что мы получаем с пищей, на модификацию наших генов никак не влияет. И давайте еще два вопроса, наверное. Так, девочка в розовом. Она мне обещала посадить, я ей не дам микрофон. Так лучше дай, по-моему, очевидно. Так что я иду к другой девушке. Что там за штучка в конце? Спасибо большое, я ждал, что хоть кто-то там. Штучка – это добавка Е250, нитрит натрия. Возможно, ну, невозможно, возможно, когда они покупали колбасу, может, так случалось, и вы знаете, что она розового цвета. Вопрос, почему? Ну, то есть, мясо же, вот в процессе приготовления, оно не розовое. Вот. Из-за нитрита натрия, который, в принципе, дает розовый цвет, но это не краситель. То есть, основная его задача не красить продукт, это просто такой милопобочный эффект, который делает колбасу поприятнее на вид. Но нитрит натрия на самом деле убивает ботулотоксины. Вообще, греческого ботулоса – это колбаса. И по туризму болели люди, которые колбасу ели, потому что она очень долго лежит там где-то, и ботулотоксинов очень много, то есть она портится. Нитрит натрия – это пищевая добавка, которая, собственно говоря, не позволяет там развивать сантуризмом. На этой замечательной ноте можно пойти перекусить. И давайте минут 5-10 перерыв, не задерживайтесь, и будьте второй вектор. Спасибо. 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 Продолжение следует...